Теперь я включил. Вот, я включил. Магомед, я тебя приветствую, я включил, поэтому сейчас мы там вдвоем с тобой. Для очки седьмого, чтобы не думал ты, что я уже такой старый, потому что у меня в марте будет, 4 марта дня рождения, уже будет мне 69 лет. Так вот, как раз-таки тот случай, когда мы можем нашего друга Гусенина поздравить, да? У него же тоже было день рождения, да? Угу, недавно было, тоже 69 лет исполнилось. Вот видишь, и сейчас Гусенина поздравим Магомеда. Ты давно его видел, да? Как у него, опять, сторон света, как у него школа там? Я был там летом. Школа растет, развивается, по крайней мере, территориально. Но там просто не было учащихся, поэтому понаблюдать за процессом обучения не довелось. Они были что, на каникулах, что ли? Ну да, хотя все равно туда приезжали люди на сборы, всякие бойцы там смешанных единоборств, ушу, с разных стран приезжают на сборы туда тренироваться. Ну, Гусейн всю жизнь этому посвятил. Вот это «Пять сторон света» тоже необыкновенное название у него. И он всю жизнь этому посвятил. Потому что я помню, когда мы были совсем маленькие, у нас был тренер Ахмет, бородой такой. Ну, ты, наверное, его не знаешь. Он каратэ преподавал. Нет, ты знаешь его, каратэ, йогу, еще он преподавал нам. Мы там в ходучилище в Махачкале, в подвале занимались, на улице Энгельса. И там, значит, кунг-фу, кунг-фу, ну, много чего он там нас учил. А мы с Гусейном были там такие вот, ну, это было так давно, мы такие маленькие еще были, еще совсем юные, понимаешь? И однажды Гусейн, а он так любил это делать, так и любил эти единоборства всякие, что однажды Ахмет опоздал на тренировку свою и пришел очень поздно. А Гусейн сидел там, его и ждал до утра, понимаешь? Я помню, как вот тот случай, ну, очень интересный случай, настолько Гусейн любил это все. Вот, ну, Гусейн-то сам еще и рисовал хорошо, он же карикатурист, потом, у него даже в Крокодиле были вот эти пальцы, видел ты у него вот эти карикатуры? Пальцы жали эмоции, там, там палец такой улыбающийся, там пальчик какой-то сердитый. В карикатуре, в журнале Крокодил, потом, через много лет. Вот, ну, он еще потом был и у нас главным тренером по карате в стране. Ну, много чего Гусейн сделал в своей жизни, а потом он стал заниматься ушу санда, ушу санда стал заниматься. Потом он сделал вот эту школу, и у него там, по-моему, все, по-моему, его ученики золотые медали во всем мире получали. Вот, все призеры, все призеры забирали золото во всем мире. Ну, Гусейн у нас вот такой крутой парень, да, крутой парень. Конечно, мне приятно ему вот сейчас, хотя я не был на его дне рождения, я в Москве, и не могу сейчас летать. И поэтому вот, пользуясь случаем, хотел вот, чтобы мы с тобой созвонились сейчас. А ты вот про него фильм сделал уже, нет? Нет, еще пока не сделал, но очень хочется. Ты же сценарист, киносценарист, режиссер, давай сделай про него фильм интересный. Просто, мне просто опыта еще мало. Но в будущем я бы хотел бы, конечно, это очень у него интересная судьба. Он собственный такой, да, самобытный человек, конечно. Да, Гусейн того достоин. Я помню, Саша Радов сделал как-то фильм, в Москве показывали. Саша Радов сделал, он меня приглашал, Саша, мне писал там записку, приходи посмотреть фильм. А я как раз, как раз был со своими физическими проблемами, там, после шеи, у меня там травма, там, операции всякие. Я не мог поехать, не знаю, он даже, может, и не знает Гусейна о моих проблемах. Как раз передавая ему поздравления, я ему хотел сказать, что, несмотря ни на какие трудности жизненные, он же пионер в своем деле, да. Несмотря ни на какие трудности, он такой парень крепкий, такой, как говорится, любит свое дело. Занимается любимым делом, и я очень за него рад, и за Олечку, за Олю очень рад, и я им обоим посылаю эти поздравления. Так что, вот. Слушай, я знаю, что сейчас вспомню. Я спорю такую интересную вещь, у меня друг был такой, он был директор института машиноведения, академии наук, правов. И он мне рассказывал один анекдот, что один, значит, академик другому говорит, я, говорит, старше тебя, и поэтому ты должен меня слушать. Ну, академики у нас были в таком возрасте, там, 80-70 лет, анекдот такой, говорит, я, говорит, старше тебя, и ты меня должен слушать. А тот говорит, да, почему это я тебя должен слушать? А он говорит, потому что я на год тебя старше. Он говорит, ну ты всего на год старше, почему я тебя даю? А ты этот год еще проживи, он сказал. Ты этот год еще проживи. А я мечтаю, чтобы мы с Гусейным пожили еще много-много лет, чтобы Гусей много-много лет. Я желаю ему в честь его дня рождения счастья, здоровья, еще дальнейших успехов и много лет творческого долголетия, потому что в нем люди нуждаются, он такой полезный для всех человек. Так что вот. Я присоединяюсь. А чем ты сейчас занимаешься, скажи? Я снимаю, пишу музыку, ну в общем, чем и всегда. Вот спортом тоже сейчас активно занялся, бегом, чтобы восстанавливаться, потому что я тоже, там, и онкология, там, и все у меня было. Ну, в общем, мне кажется, что Гусейн Сагидович ведь тоже был совсем нездоровым ребенком. Ну, ворок сердца был. Да, ему говорили, что не делай, тебе нельзя то, нельзя это. У него это как-то в голове не укладывалось. Ну, вот, и мне кажется, что такие испытания, они как раз делают людей. Да, да, преодолевая трудности, человек становится личностью. Конечно, конечно. Главное, преодолевая страх, человек становится личностью. А у Гусейна, конечно, он боевыми видами спорта, там, единоборство, там, постоянно вот это напряг такой, вот. Контроль. Контроль, да, конечно. Ты знаешь, один тоже смешной случай был. Ну, поскольку я все время саморегуляцией занимался, и всех этому обучал, как бы, и в этот момент как-то я в Москве приехал к Гусейну, а Гусейн как раз-таки тренировал ребят. Я, значит, им говорю, ну, встаньте, пожалуйста, вот так, стойте, а я вам покажу один прием на скорость реакции. Ну, они стоят вот так, я вот так иду вдоль этой шеренги, но у меня была тоже хорошая реакция. Я говорю, стойте, стойте, вот так, они стоят, и я говорю, держите руку вот так, и когда я буду делать удар, вы защититесь. И в этот момент проходило так раз одному, потом раз второму, раз третьему, раз четвертому, и они раз, 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 сгибаются сразу. А Гусейн посмотрел на меня и говорит, здорово ты это делаешь, как ты это делаешь? Гусейн, подошел ко мне, мне как, сейчас, и я тут, раз, ну, так, да, ну, у него реакция, конечно, колоссальная. Он прямо на уровне интуиции, прямо на уровне интуиции, я думаю, он может там вообще вот так сделать. Ну, короче говоря, такая молодость у нас была вообще интересная. А сейчас у меня вот это вот, после операции шеи, руки и ноги все стянуты, вот так вот. Ну, я делаю микроприемы, которыми я и со всеми делюсь в интернете. У нас школа, человек будущего, вот у него школа пять сторон света, а у нас школа человек будущего, хомофутурус. Я там делюсь приемами для развития творческих качеств. Я одновременно сам придумал еще, кроме метода ключа, еще сейхрогимнастику, а кроме сейхрогимнастику еще дробную. И вот сейчас я из-за этой шеи, что я не могу физически, я инвалид, и поэтому я иногда делаю вот так. Напряг, отпустил, напряг, у меня гипертонус мышцы. Такой гипертонус, мышечные боли такие, вот так делаю, вот так делаю, вот так. Раз, довожу до пика напряжения этот гипертонус, отпускаешь, и уже легче. Могу проводить вебинары, семинары, лекции. Вот рисую, видишь, недорисованная картина. Видишь, якорь здесь, да? Здесь рыбки плавают. А здесь вот взмывает наверх, вот лайнер такой вот, еще недорисованная картина. Скоро дорисую, в следующий раз посмотришь. А Гусейна ты когда видел, он показывал тебе свои вот эти, да? Он вот как раз-таки показывал вот что-то подобное, что вы сейчас показали. Но там был просто акцент на ударах. Ну, на напряжении, я сейчас покажу. Но, наверное, если он это увидит, он скажет, что я... Давай, это здорово, покажи, покажи. То есть нужно с выдохом очень сильно напрячься. А потом расслабиться. Ну, класс, класс, класс. Да, и вот тот же принцип. Да, доводишь до напряжения максимум. Напряжение, которое есть, доводишь до максимума. А после максимума происходит релаксация. Да, 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 да. Просто я это объясняю, объясняю с точки зрения психофизиологии. Но я это использую не для спорта, а для того, чтобы сбрасывать лишнее напряжение. И для того, чтобы, когда решаешь какую-то задачу творческую, ну, например, там думаешь, как там решить такой вопрос, там, и в этот момент, когда ты натыкаешься на блок какой-то внутренний, чтобы его преодолеть, тоже доводишь себя в какое-то упражнение, там, или вот такое вот так, или представляешь, что ты штангу поднимаешь, потом сбросил, и такая легкость, и потом вот думаешь, и эта задача, которую ты решал, лучше решается. Это интересно, интересно, да. Нам надо бы с Гусейным как раз тоже вот как-то разочек встретиться вот так в скайпе, пригласить его в школу нашу, в Homo Futurus, в скайпе, и чтобы он получил наших ребят кое-чему, потому что у него со своей стороны наработки, и у нас с нашей стороны наработки. Нам надо соединить это. Я думаю, у вас будет синергия, синергия. Синергия колоссальная. Конечно, будет новое качество. Новое качество новых достижений, конечно. Конечно. Потому что я больше творчеством занимаюсь, а он больше занимается именно вот единоборствами. Но и он педагог, и я педагог. Вот это тоже интересно, правда? И оба художники. И оба художники, да. А ты знаешь, однажды мы сидели у него в Халимбе-Каоле там, и он говорит, о чем я мечтаю, он мне говорит. Я, говорит, мечтаю о том, что в таких просторных одеждах мы сидим через 20-30 лет, пьем чай, смотрим на облака, и разговариваем вот так размеренно, так свободно, в таких просторных одеждах. О, вот у нас с ним так летом было. Он в просторных, да, таком, как, вылежит кимоно у него стиль. Не кимоно, но вот, мы даже с ним поехали на местный рынок, он говорит, у тебя, говорит, штаны неудобные. Кимоно штаны, льняные. Мне так удобно, я в них потом ходил, пока снег не выпал. Ну, молодец, конечно. Молодец. Да, гусли, а он с бородой сейчас, нет? Да, конечно. Ну, мастер же должен быть с бородой. Да. Он мне однажды вырубил топором статуэтку такую вот. Ой, господи, сколько интересных вещей. И он мне подарил картину, там, называется любование луной. Там китаец с таким животиком сидит вот так любуется луной. Ну, так классно. Да, я видел, где это такое. У него еще руки назад. Он стоит в кимоно. Этот сидел, этот сидел. У него, наверное, такой сюжет. Да. Очень интересная картина. А ты знаешь, я ему и Олею подарил, когда в Москве я его не был, здесь в Москве у них дома. Картина называется последний раунд или последний удар. Я ему подарил. Да. Маслом нарисованное. Ну, там очень такая, знаешь, такая немножко стилизованная картина. И там один другого последний удар, брызги. и вопрос такой возникает, а нафиг это вовсе нужно? Понимаешь? Вот это, ну, это такая вот философская картина. Ну, да. Давай мы еще раз поздравления пошлем. Вот сейчас мы в YouTube это выложим. Надо название хорошее придумать этому, нашему разговору. поздравить этим еще раз Гусейна и Оле передать привет и поздравления. Она же его верный соратник все эти годы, которая как у этого художника Сальвадор Дали Гала была, так у нашего Гусейна Магомаева Ольга. Как раз таки. Вот. Она там много педагогикой занималась тоже. Я помню эти годы. Но последние несколько лет я вот безвыездный такой, как говорится, поэтому я не вижу. Но сейчас попробуем что-то сделать, передать привет, чтобы поднять им тоже настроение. Если они увидят и ответят нам, у нас уже поднимется настроение. Это же очень важно, правда? Да. Сейчас мир разобщен, но зато есть интернет. Да. Ты над чем работаешь сейчас? Вот кроме того, что ты поешь, поешь, там два момента, которые ты поешь и пишешь стихи. Как это называется? Рэп. В рэпе есть еще вот... Ну, фристайл. Фристайл, да. Ты же меня... Ну, это вы мастер. Я только рэп. Фристайл так иногда можно с друзьями. Вот. Это целое мастерство. Выйти так с соперником и на свободную тему на ходу придумывать стихи и уязвить. Это же тоже такое боевое искусство, только словесное. Ну, я удивляюсь, Магомед, как это у тебя лихо получается? Ну, как это у тебя получается? Ты как-то в рифму как-то это говоришь и как-то так завернешь фразу такую неожиданную, как будто открытие там происходит. Ну, я с детства люблю просто и на английском, и на русском много музыки разной. Ну, в основном рэп. Хотя он считается таким жанром низким. Но, тем не менее, он мир захватил самая популярная музыка. А почему, интересно? Вот почему? Ну, это не считается музыкой с точки зрения, потому что там зациклена одна мелодия и там музыка не первостепенна. Первостепенен текст. Но сейчас очень много разных. Очень много разных. А вот ты мне тогда, когда учил петь рэп, вот у меня еще это твоя шапочка лежит именно здесь. Рэперская, да. Рэперская. Ну, ты помнишь, мне рассказывал, что там как-то ты сам себя заводишь. Тоже как метод ключ получается. Да, но заводит по тому же принципу, что и упражнения, но заводит сам бит. Вот это зацикленная инструментальная партия. Ну, покажи, вот ты сейчас можешь показать вот это как-то. Ну, вот я вам сейчас покажу, слушай. Ну, то же самое нет, как гусень делает удар вот этот. Это то же самое, как я делаю вот эти микро-напряжения, да, для того, чтобы релакс получить. Ну, чистота... Ну, то есть суть в том, чтобы войти в ритм. То есть тут необязательно именно напрягаться сильно. покажи, 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 да, ну, покажи кусочек. Ты как-то себе вот так ударишь в этот момент? Ну, да, ну, это просто я наигрываю какой-то ритм самый банальный. Вот, но обычно я его включаю, уже сейчас многие пишут музыку, мой брат пишет тоже инструментальные композиции для рэпа. И каждый... И в зависимости от настроения и от твоего стиля ты подбираешь себе инструментал. И под него уже читаешь или поешь, или там можно по-разному, свобода творчества полная. Слушай, Мага, я тебя умоляю, ну, давай одну фразу спой какую-нибудь, ну. Ну, слушай, ну. С чего вы взяли, что я интеллигентный парень? Хороший мальчик, все плохое я давно оставил. Наверное, просто притворялся, может, лукавил. Я летом приготовил сани, но снег растаял. Но без бета это звучит как стихотворение, но это и есть как бы стихотворение. под музыку это звучит по-другому, конечно. Ну, интересно, интересно. Слушай, я хочу, чтобы наши участники нашей школы посмотрели наш разговор, увидели, что на самом деле мы интересуемся и единоборствами интересуемся, и главный тренер СССР тогда по карате наш друг, потом, что он художник, да, что ты у нас сценарист, режиссер, в Каннах там у тебя фильм, премию какую-то получал, или там две премии, где-то там были. получал в другом месте, но в Каннах тоже был. Ну, да, да. В Дагестане государственную премию получил. Вот я тебе еще раз поздравляю, да, я тебе поздравляю, что ты госпремию получил в Дагестане еще. Ну, и кроме того, что ты рэп поешь, и вообще такая разносторонность. Вот это потрясающе. Одновременно развитие творческих качеств, одновременно развитие физических качеств, различные виды деятельности, вот эта широта человеческая, мне кажется, очень важна, потому что если люди занимаются любимым делом, они, конечно, должны, по крайней мере, попробовать и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое, потому что некоторые люди, я как понял, даже я и знать не знаю, что такое рэп, вот я, например, был такой, когда ты первый раз мне это показал, я просто обалдел, оказывается, там такие интересные вещи есть, ну, хорошо, я тебе так благодарен, что ты мне открыл этот рэп, слушай, я тогда вот несколько вечеров рэпера, рэпером, был, да, несколько вечеров, я недавно даже пересматривал тут на днях то видео, у вас очень, так, неплохо для новичка получается, да, смешно, смешно, очень смешно, да, ну, не важно, какое дело, главное, вот я нашел для себя, что просто вся суть в том, что ты, если, в общем, если ты совершенствующий, в этом, если тебе хочется сделать это максимально хорошо, насколько ты можешь, и все время ты обучаешься, это, этот принцип ведь универсальный, конечно, ты просто делаешь то, что тебе по душе, и стараешься делать, как сказал, и старайся это делать так, чтобы получилось, вот, как сказал Кончаловский, искусство это то, что не могут другие, но могут, как бы, но каждый, ну, как я понял эту фразу, что каждый просто делает свое что-то так, что, как они могут делать другие, и тогда и в этом и ценности есть для мира, соответственно. Да, абсолютно правильно, я сейчас вспомнил, как говорил про это самое искусство, великий испанец, художник, как он сказал, что искусство это то, что встряхивает пыль с обыденности. Да, конечно, потому что вот и Михаил Чискинхен Михаи, которого я очень люблю, Михаил Чиксент Михаил, Михаил, Михаил. Очень люблю про его поток, а мы в поток можем входить быстро с помощью приемов ключа, потому что нам не надо там трудными упражнениями заниматься, но он сказал интересную вещь, что в принципе поколение из поколения всегда люди пытались от обыденности уйти, от бытовщины уйти, поэтому делали театры, храмы там, когда они могли оторваться от этой бытовщины, да, а я бы допомнил и побыть самими собой, да, и побыть самими собой, да, потому что бытовщины затягивают, конечно, ты все время как смартфон должен отвечать на все звонки, на все сигналы, а надо иногда и побыть самим собой, и счастье это быть собой, да, а как раз занимаясь любимым делом, ты являешься самим собой, и у тебя и происходит раскрытие твоих способностей генетических, я абсолютно уверен, что все люди становятся больными, разбитыми, у них депрессия возникает, потому что у них нет выхода у этих людей в творческую деятельность, в раскрытие своих способностей, потому что у нас, к сожалению, нет урока самопознания, хотя в принципе это написано еще тысячи лет назад, познай себя, а в школе даже такого урока нету, как познать себя, то больше технологий не было, сегодня уже начинают появляться методики разные и так далее, конечно, а еще и совместное творчество, это высшее счастье, вот это вот не конкурентное взаимодействие, а синергия, синергия взаимодействия, когда люди общаясь между собой создают что-то новое, чего раньше не было, это высшее счастье вообще, вот, чтобы люди научились сегодня не конкурентному общению, потому что у нас обычно все диалоги у людей, они как, каждый мужчина сами себя пытается утвердить там, женщины, они, ну, есть, есть какая-то разница между мужчинами и женщинами, все-таки есть у них доминанты разные, но главное, Магомед, я тебя обнимаю, давай тогда мы сейчас это посмотрим, как получилось, если ты это одобряешь, то мы придумаем название, в YouTube выставим Игу Сейну, пошлем, как поздравление, с напоминанием о том, как он рассказывал, как он мечтал, сидеть там через 20-30 лет в просторных одеждах, мечтать о будущем, сейчас это очень важно, мечтать о будущем, потому что тот, кто не мечтает, тот, кто не мечтает, он не развивается. Хорошо, Хосей Магомедович, давай, обнимаю, обнимаю, до встречи, до встречи, Субтитры создавал DimaTorzok